Средства индивидуальной защиты сейчас дефицит. Даже при большом желании приобрести простейшие медицинские маски практически невозможно. Стоимость обычной дезинфицирующей жидкости для рук взлетела в несколько раз. Поэтому компания «Фусагра», обеспечив необходимыми средствами своих сотрудников, побеспокоилась и об их семьях. Были сформированы у нас наборы со средствами индивидуальной защиты в количестве 2000 штук для наших сотрудников. Составлено расписание для получения средств индивидуальной защиты. Оно составлено таким образом, чтобы сотрудники между собой не пересекались. То есть приходит только ответственный человек забирать на свой отдел, цех или дочернюю предприятие. В этих пакетах самое необходимое для того, чтобы родные и близкие сотрудников предприятия могли безопасно выходить из дома в период самоизоляции – в магазин, аптеку, поликлинику. Тут дают памятки, салфетки одноразовые 100 штук, антисептик, еще один антисептик от поверхности, перчатки и маски. И влажные салфетки – самое необходимое, на данный момент, что должно дома быть. Не оставляет Фосагра без помощи и город. На днях Блаковский филиал АО «Апатит» получил крупную партию защитных масок. Их Фосагра заказала в Китае и распределила по городам своего присутствия. Понимая значимость элементарных средств индивидуальной защиты, компания приняла решение часть партии раздать среди сотрудников предприятий и дочерних организаций, а часть направить в медицинские учреждения, сотрудникам которых они жизненно необходимы. Каждый день наши работники, все первичное звено, врачи, фельдшера, медицинские сестры выходят в очаги, работают с пациентами непосредственно на дому. Поэтому, так сказать, они каждый день подвержены риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Самое главное, чтобы человек, когда шел выполнять свой профессиональный долг, он чувствовал себя защищенным. Центральная районная поликлиника – это не только здание на улице Комсомольская, а еще и 33 ФАПа в селах Блаковского района и отделение общей практики в поселке Новониколаевский. Поэтому объемы используемых средств индивидуальной защиты просто колоссальные. Требуется более тысячи масок в день. И без помощи в данной ситуации не обойтись. Мы, конечно же, можем только сказать самые добрые слова всем тем людям, кто откликнулся, кто помогает нам. И, конечно же, вот первый скрипт в этом деле, я считаю, это компания ФосАгро. Компания ФосАгро передала 310 тысяч масок в центральную районную поликлинику, в скорую помощь и в новый госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 110 мест. Работать там будут 160 сотрудников. И руководитель городской больницы знает, какой там будет огромный расход масок, перчаток и халатов. Отсчитывали, да, 300 только на смену. Соответственно, до 1000 экземпляров. То есть это до 1000 масок, до 1000 костюмов в день будет уходить на работу госпиталя. То есть вот такое число нам и нужно. Всего в госпитале будет задействовано 160 человек. Поэтому расход на госпиталь, он достаточно большой. Партия масок, которую передала ФосАгро, перекроет месячную потребность балаковских медиков в этих средствах защиты. Кроме этого, компания закупила специальные очки, перчатки, медицинские халаты, которых хватит врачам также минимум на 30 дней.